Проект Белорусского фонда мира при поддержке Министерства образования и Белорусской православной церкви сейш-школ мира в Республике Беларусь направлен на воспитание детей и молодежи на принципах мира, дружбы, взаимопонимания и согласия. На столь высокий статус могут претендовать не все школы, а именно те, где работают музеи, кружки исторической и патриотической направленности, делаются добрые дела, развито волонтерское движение. Накануне к молодому проекту школы мира присоединилось еще одно учреждение образования – школа номер 19 имени Героя Советского Союза Сикорского. Я горжусь тем, что присутствую сегодня на мероприятии в средней школе номер 19 имени Сикорского, которой третий в нашем городе присваивается статус школы мира. Считаю, что это одно из важнейших управлений в деятельности наших общеобразовательных учреждений. Они непосредственно связаны с общим течением и общей тенденцией воспитательной и идеологической работы, проводимой в учреждениях образования нашего государства. Они в русле той государственной политики, которую проводит наша миролюбивая страна во главе с нашим президентом. Сегодня для нашего учреждения очень ответственный и важный момент. Сегодня нам присвоен статус школы мира. Это очень почетное звание, но и одновременно это очень ответственно. Всеми делами, всеми поступками, всеми теми добрыми помыслами мы доказали, что мы можем нести этот гордый статус школы мира. К этому мы шли 60 лет. За нашими плечами много хороших дел. Это и уборка территории кладбищ, это озеленение участков, это сбор денег на лечение детям, это и сбор макулатуры, это помощь ветеранам и много-много других дел. Чтобы добиться этого почетного статуса, педагоги и учащиеся 19-й школы проделали большую работу по сохранению исторической памяти, изучению истории родного края, принимали участие в патриотических и экологических проектах и в поисковой работе, волонтерских и благотворительных акциях. Учреждениям сделано многое, чтобы приумножить добро и мир на нашей планете. А главный их девиз таков – наша общая задача – созидать, а не разрушать. Сегодняшняя линейка, которую мы сегодня имели возможность смотреть, присутствовать с детьми, это не просто так. Дети проникнуты ответственностью, они только принимают сегодня клятву миротворцев, а они уже готовы идти в бой, они уже готовы идти на мероприятие, которое мы проводим традиционное накануне 9 мая на гарнизонном кладбище у могил героев Советского Союза. И это все будет. Я уверена в том, что, продолжая то, что они делают, они придумают, разобьют новые в свои проекты, которые, конечно, позволят оставить заметный свет в истории школы. Каждый из нас живет с Богом в душе и правда в сердце. А потому, после официального присвоения статуса Школы Мира, Владыка Иоанн, архиепископ Брестский и Кубринский дал учащимся и руководству учреждения образования свое напутствие. Священное Писание Ветхого и Нового Завета, оно пронизано словом о мире. Слова Христа в Новом Завете «Мир вам» встречаются очень много раз. Это свидетельствует о том, что человек создан для того, чтобы созидать. Помните об этом, дорогие дети. Мир должен быть в сердце каждого из нас, в наших семьях, в нашем обществе, в нашем народе. Но помните, что каждый из нас должен предложить к этому свои усилия. Школа Мира – это не только статус, но и большая ответственность, а еще старт для освоения новых проектов. Гимназисты и школьники будут принимать участие в международных слетах, интернет-конференциях, благотворительных мероприятиях. И просто совершать добрые дела, чтобы каждый раз подтверждать, что именно их учреждение образования выбрано не случайно, чтобы достойно нести статус Школа Мира.